Всем здорова, с вами Эдгар. Вы на канале Мысли от Эдгара. В этом ролике хочу ответить на несколько вопросов, которые мне задали по поводу моей машины. Купил я в прошлом году. Это последняя модель Land Cruiser Prado. 2018 год. Новенькая. 18.000 км только проехал. И всю зиму я ее эксплуатировал. Короче, ездил я на ней. Детей с утра в школу каждый день. Ну и в дальней поездке. Поэтому машина не стояла. И есть что рассказать. Как она прошла, так сказать, зимовочку. Сейчас март месяц. 17 число, если я не ошибаюсь. Так вот, на сегодняшний день, как она повела зимой. Было ли в ней холодно. Давайте подробненько про это расскажу. Я специально открыл капот. У меня есть в комплектации уже установлено предпусковой подогреватель. Вот он у меня здесь. Если кому интересно, можете посмотреть. Так, по модели Eberspeicher какой-то. Я посмотрю в интернете, что за тема. Нашел сайт этого догревателя Eberspeicher. Широкий ассортимент у них. Здесь много чего есть. Я нашел мой догреватель. Также есть раздел элемента управления. И я установил приложение. Устанавливается через Google, а также iOS, систему Apple Store. Так, мой, это вот этот вариант. Сейчас его увеличу. Вот таким вот образом он выглядит. Что тут интересного прописано? Догреватель двигателя, вспомогательное отопительное оборудование. Задача ускорить прогрев двигателя на морозе, а также поддерживать температуру двигателя во время работы на холостом ходу. Это когда стоянки, пробка и так далее. Вот. Они ценятся своим качеством, производительностью, поэтому устанавливаются на таких автомобильных марках, как Toyota, Porsche, ряд моделей. Догреватель на автономное оборудование и работает для... Только при включенном двигателе. В странах Европы и Азии часто нет не такие холодные зимы, поэтому проблем с запуском двигателя практически не бывает. Функция предпускового подогрева двигателя доказала свою востребовательность. И с января 2017 года автомобили Toyota Land Cruiser Prado 150 в комплектации Elegance, Prestige, Luxe, поступает в салоны дилера Toyota с уже установленным апгрейдом комплектами. В списке опций обозначен как предпусковой подогреватель двигателя с дистанционным управлением. Управление осуществляется через GSM-модуль с помощью мобильного приложения, которое можно бесплатно скачать в App Store или Google Play. У меня на моем телефоне установлено вот это приложение. Там есть симка встроена. Нужно будет один раз пополнить эту симку. Хороший тариф там. Я один раз закинул, когда машину покупал, что-то рублей 500, и все, больше не закидывал. Эти деньги как лежали там, в принципе, так и лежат. Постоянно туда денег закидывать не нужно. Все как бы в порядке. Также SMS-ка отправляется, ни разу глюков не было. Не было такого, что холодно, и сим-карта там задубела или испортилась, что-то не так. Все работает, никаких глюков с этой стороны как бы не происходило. Так что вот такая вот моделька. Если кому интересно, заходите, посмотрите. Машина у меня полная комплектация, максималка, дизель. И с ним, с этим дизелем уже в комплекте, вот этот предпусковой уже был установлен. Дополнительно я сам ничего не устанавливал. Вот этот предпусковой подогреватель, он у меня работает с приложением на телефоне. На айфоне у меня, в общем, приложение. Я захожу, там могу выставить, чтобы прогрев мотора, а также салона. Выбираю варианты, какие мне удобные. И выставляю время. Все, и делаю запуск. Запуск происходит, смс-ка отправляется. Все, в принципе, запускается и начинает работать. Сейчас я это дело организую и включу. Вы послушайте, как это работает. Вот только что смс-ку отправил. И вот сейчас послушаем. Вот, например. Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну все, я думаю вы по звуку уже слышите, он раскочегарился Я отправляю смс, ну с приложения нажимаю запуск, там отправить, ок И буквально секунды 3-4 мне приходит сообщение, что запуск произошел, все отлично И здесь, как вы слышали, происходит вот этот процесс раскочегаривания Шум примерно вот такой Сейчас мы сядем в машину и послушайте, есть ли какой-то шум из машины Вот этот предпускач я его вообще не слышу здесь в машине, здесь все тихо Тут работает только вот эта вентиляция и вот отсюда вот идет тепло Ну ладно, так как я сел уже в машину, отсюда вам расскажу, что и как Могу сказать, что машина очень теплая, проблем никаких у меня не возникало Здесь есть несколько систем, которые я использую Одна из систем, которую я вам показал, она запускается Ее использую только когда на улице конкретно минусовая температура Ну я не знаю, минус 25, 30, 35 Вот, если на улице нету конкретного там холода Тогда я использую стандартно в комплектации Просто с приложения тоже у меня установлено приложение, в которое я захожу Starline сигналка И сигналки делают запуск двигателя, все Запускает, там можно устанавливать на какое время вы хотите Как в любой стандартной машине И прогреваете машину Сейчас я отправил смс-ку, выключил систему И как вы заметили, здесь тишина Все очень тихо Как только отработает, приходит мне смс-ка, что все выключилось Кроме предпускового вот этого подогревателя В машине есть еще несколько систем Которые помогают быстрее, чтобы в салоне было теплее Здесь есть кнопка Power Head Вот сейчас я включу Чтобы было видно Вот она у меня всегда включена В начале сезона я эту кнопку включаю А весной я ее выключаю Когда уже нет холодов, она у меня уже выключена Что делает эта кнопка, вот этот запуск Я напишу в описании более подробно Не буду говорить то, чего прям хорошо не знаю Подробности, как эта вся система работает Не специалист в двигателях Но в целом система в том заключается Что машина прогревается Вот на моем личном опыте Где-то раза в три быстрее, чем без этой кнопки Я пробовал уже это несколько раз делать Особенно с утречка, когда холодно Пробовал отключать И у меня как я просыпаюсь утром С приложения запускаю двигатель Не предпусковой, а стандартно по сигналке Запускаю где-то у меня прогрев там 15-20 минут Потом прихожу, когда сажусь в машину И вот я сравнил с этой кнопкой и без этой кнопки Когда включен powerhead То в машине вот заходите Ну садитесь, реально комфортно, тепло Вот за 20 минут в машине просто жара Вот такое ощущение, что ну все нормально Машина уже ездила, все тепло Если не запущено То в машине, ну так, не очень комфортная температура Вам приходится еще проехаться некоторое время Чтобы машина, ну салон прогрелся Еще есть одна кнопочка Идл ап или айдл ап Вот, вот эта кнопка Тоже я ее включаю периодически Повышает обороты Если я сейчас, не знаю, попробую запустить Она тоже работает в каком-то своем автомат-режиме Так вот, посмотрите Вот в обычном состоянии Где-то обороты держат 600-700 И Сейчас я ездил, конечно, на ней Вот только приехал, припарковался Мотор сейчас Горячий даже, можно сказать И когда я вот включаю, когда с утречка сажусь Включаю вот эту еще кнопочку Здесь обороты повышаются в два раза больше Ну, тем самым Эта система в комплексе помогает машину разогреть Быстрее Если зайдете на сайт Тойота официально Выберите машину Тут ту модель, которую вы хотите В моем случае это Прада, естественно И тут есть зимний пакет Что туда входит, в этот зимний пакет Здесь есть такие вещи, как Электрообогрев форсунок стеклоомывателя Электрообогрев лобового стекла Зеркала заднего вида с обогревом Электрообогрев рулевого колеса Подогрев передних сидений Подогрев задних сидений Потолочные воздуховоды для задних пассажиров Дополнительные воздуховоды для вторичного ряда сидений Дополнительный электрический отопитель салона Индикатор низкого уровня омывающей жидкости Догреватель двигателя Только для дизеля Это мой случай И предпусковой подогреватель двигателя И салона только для дизеля Тоже мой случай Также такие моменты, например Чем я чаще пользовался И что мне больше нравится Если честно Я предпочитаю запускать больше Стандартное приложение от Starline Это просто обычный запуск машины Запускается двигатель Включаю здесь Кнопка Powerhead у меня всегда включена Сейчас Идлап я ее выключаю Но когда сильные морозы У меня вот две кнопки с двух сторон Они всегда включены Вот Также у меня здесь есть подогрев сидений Как вы видите Также заранее у меня всегда выставлены Вот на троечку И заднее сидение Прада тоже Идут подогрев сидений Здесь есть Отдельная панель На которую можно регулировать Температуру в салоне Выставлять свою температуру Так как здесь есть воздуховоды На задних сидениях И на третьем ряду Там тоже есть Вот эти воздуховоды Которые можно регулировать Здесь в общем с двух сторон Выставляется температура Обдув Насколько сильно должно это продувать Также есть Вот в ноги Вот эти потолочные Которые идут И есть автоматический режим Так сказать Вот климат-контроль Сзади У меня когда дети сидят Они отдельно себе выставляют Вот этот климат-контроль Свою температуру И реально это все дело работает Мы проверяли Даже на третьем ряду Зимой когда было очень холодно И мы ехали Короче ездили в гости И с нами Мой брат и сестренка Короче поехали Дети сели на последний ряд Брат с сестрой Вот на второй ряд И мы включили короче систему Чтобы И сзади было в общем тепло Ну так сказать Это в багажнике даже Было все Очень комфортно Вообще никакой разницы Что я здесь сижу И что там сидят на третьем ряду При том что на улице Было минус 25 Вот для кого-то Может быть это не так холодно Но я не знаю Для башкирии Минус 25-30 Ну достаточно холодно Вот Особенно для детей Поэтому Выставляется заранее Здесь у меня поджопники Третий ряд поджопников нету Вот первое И второе Ряд Здесь есть Чаще всего Как я сказал Я пользуюсь Обычным Включением Старлайн С приложения Утром просыпаюсь Каждый день в школу Глаза открыл Приложение запустил У меня где-то Самый холод Стояло где-то на 30 Минут Подогрев машины А когда теплее Уже 15-20 минут Я установку делал Запускаю У меня Запускается Все И Показывает Что у меня машина Заведена Работает Все Я потом выхожу И в машине Жара Но при условии Если я включаю Вот эти Power Hit И Идл Ап Но Идл Ап Это не всегда В основном Вот этот Power Hit Реальная штука Вот прям В три раза Увеличивает Быстроту Прогрева В салоне Прямо реально Комфортно Без этой кнопочки Намного все Холоднее Садишься Не очень комфортно Вот Системы работы Мешаются ли Эти системы Друг другу В общем Вся эта Система Взаимосвязана И Если машина Прогрета То автоматически Power Hit Вырубается Тут нету Такой Проблемы Что Я ее Включил Потом Еду И машина Кочегарит Да Там Создает Мне Не очень Хорошую Ситуацию Или Что-то Там Портит Нет Такого Нет Еще раз Повторюсь Я По моторам Так сказать Поверхностно Понимаю Любитель Вот Даже не любитель Проще Наверное Чайник В этом Деле Я вам Просто Говорю Как Пользователь Данной Машина И Мой Личный Опыт Насколько Что Реально Работает Это Или Не Работает Вот На первом Месте У меня Обычно Стандартный Запуск И На втором Месте Идет Идет Система Предпусковой Подогреватель Но Он Только Используется У меня Когда На улице Конкретный Дубак Но Я вам Скажу Там Есть Два Варианта Предпусковом Подогревателе Только Мотор И Мотор Плюс Салон Я Выставляю Естественно Мотор Плюс Салон Выставляю На 30 минут И Я Сравнивал Тестировал Просто Пробовал Например На улице Холодно Минус 30 Завожу Машину Через Вот Этот Предпусковой И Пробовал Заводить Машину В Тоже Минус 30 Обычный Стандартный Запуск Старлайн Вот Это Приложение Так Вот Выигрывает Система Обычного Стандартного Запуска Единственное Плюс Вот Этого Обогревателя В том Что Он Прогревает Сначала В холод Сам Мотор Так Сказать И Потом Ты Заводишь Машину Ну Я Думаю Что Это Хорошо Для Машины Вот Но После Того Как Ты Садишься В машину После Получасового Прогрева В Минус 30 Ты Чувствуешь Здесь Холод Вот Ну Прям Такого Знаете Комфортного Состояния В машине Нет Вот Самой Машине Может Хорошо Но Вот Людям В ней Не Очень Или Ты Садишься После Получасового Прогрева Машины Когда Мотор Заведен Вот Ты Садишься И Прям Жара Так Так что В этом Процессе Выигрывает Именно Запуск Машины Когда Работает Конкретно Мотор Вот Такой Вот Мой Личный Опыт Кнопочка Идл Ап Вот Это Тоже Рабочая Система Но Она Такая Знаете Как бы Она Есть Хорошо Нет Ну Тоже Хорошо Вот Если Установлена Отлично Вы Ее Тоже Включаете Когда С утра Конкретно Дубак Вообще Готовы Нажать На все Кнопки Не для Меня Лично А чтобы Детям Было Тепло С утра В школу Ехать Вот Мне В принципе Хватает Там Чуть Чуть Прогрелось Уже Нормально Поджопник Сажусь В машине Уже Тепло Вот В принципе В машине Тоже В салоне Нормально Чуть Чуть Проехался И уже Машина В машине Вообще Пекло И я Сбавляю Здесь На табло Я выставляю Температуру Сейчас Вот я Покажу Сколько Вот Ради Интереса Зимой У меня Здесь 20 Вот так Установлено 20-20 С двух Сторон Здесь Система Контролируется С двух Сторон Как бы Пассажир Может сам Водитель Может себе Все сам Контролировать Выставляю Двадцатку Нажимаю Авто И машина Грамотно Распределяет Тепло Если Вдруг Так Происходит Что Я не Успел Смотреть Машину Через Авто Сажусь То Авто Долгий Процесс Я Нажимаю Вот этот Фронт Вот У меня Отсюда Слышите Шум Отсюда Начинает Очень сильно Дуть Вот это Стекло Быстрее Оттаивает И в салоне Быстрее Нагревается Потом Когда более Менее Температура Уже В салоне Я опять Нажимаю Авто И идет Грамотное Распределение Держит Вот этот Двадцатку Сейчас Уже Весной С двадцаткой Это слишком Много Я Где-то На Семнадцать Ставлю Более Менее Такая Комфортная Температура На данный Момент Это Семнадцать Ну В принципе Все Здесь Есть Подогрев Вот этих Стекол Лобовое Стекло Вот эти Боковые Подогрев Идет Также Заднее Стекло Подогревается Здесь Все Подогревается Поэтому С этим Вообще Проблем Не возникает И работает Это В принципе Достойно Нормально В целом Мой Личный Опыт Прада 2018 Год Зима Мне Все Понравилось Никаких Нареканий Нету Ни до чего Я докопаться Здесь Не хочу Работает Все Отлично Систем С подогревом Даже Больше Чем Надо Но Вот этот Предпусковой Подогреватель Да Вот как Популярный Есть Такой Вебаста Я не знаю Какой Вот этот Стоит Я там Вначале Вам В комплектацию В максималку Вроде бы Они Вот это Уже Заранее Ставят Вначале Я вообще Его не Использовал Вот Как-то Забил На это Дело Потом Думал Блин У меня Есть Такая Система Смотришь Видеоролики Люди Говорят О Пойду Установлю Вот эту Систему Она Такая Охеренная Там Все Такое А я Сижу Ролики Смотрю Думаю Блин У меня Аж Эта Система Есть А я Даже Ее Не Использую Потому Что Ну Завожу Мотор И так Хорошо Потом Пару Раз Вот так Вот Пользовался Чисто Ну Из-за Того Что На улице Не пользуюсь Возможно Такая Штука Я точно Не знаю Мне как-то На это Если честно Пофиг Когда Заводите Мотор Работает Чисто Вот Двигатель Да Прогреваете Двигателем Соляры Больше Уходят Если Вы Запускаете Работает Работает Обогреватель Возможно Солярки Уходят Меньше Или Почти Ее Не Уходят Тут Фишка В экономии Солярки И Плюс В том Что Ну это Просто Тупо Обогреватель Который Двигатель Нагревает Чтобы Было Как бы Комфортнее Двигателю Потом Заводиться Работать Если Касаться Вопроса Экономии Солярки Ну я Сильно Прям Знаете Не заморачивался Никогда В этой жизни Насчет Солярки Были У меня Деньги Не были Вот Когда я Работал Там Где-то Продавцом Консультантом Первая машина У меня Да Там денег Было Ну немного Даже в то время Когда Ну можно сказать Каждую копеечку Считал Я никогда Не приходил Не спрашивал Сколько Стоит Бензин На заправке У меня Была Такая Такой У меня Всегда Подход Прихожу Говорю На 500 рублей Заправка Или на 1000 рублей Сколько Стоит Бензин Мне пофигу Было Сколько Литров Я заправил Тоже В принципе Пофиг Воткнул В заправку Пришел В бак Закинул Шланг Пошел На пятихаточку Все Залил Дальше Поехал Насколько Хватит Никогда Не считал Насколько Километров Не хватило Подорожание Или понижение Цен на бензин Мне вот Знаете Вот всегда Было Глубоко Насрать На это Не потому Что я Там Не умею Считать Или Сорил Деньгами Нет Зарабатывал Каждое Копеечко Да Ну просто Эдвин Нет Привычки Привычки Там ребята Пришли За сыном Погулять Такой привычки Короче У меня нету За бензин И эта привычка У меня И до сих пор Работает Так Я когда Заезжаю Заправляться Я вообще Предпочитаю Всегда заправлять Полный бак Вот Просто заезжаю Даже у меня Если не так много Израсходовалось Заезжаю Полный бак И у меня Всегда стрелочка Полная Знаете Вот такая фишка Какая-то Может быть У меня Какая-то Мания Или что Если вдруг Ну мне понадобится Куда-то Далеко Ехать Или я Может быть Останусь В пробке Всегда Может возникнуть Какая-то Ситуация В которой Тебе нужно Ну я не знаю Что-то случилось Человек садится И говорит Давай поехали Срочно Нужно Там Кто-то Погибает Умирает Я не знаю Кого-то надо Спасти Или еще чего-то На всякий пожарный Случай В который В котором Мне нужно На машине Ехать Какую-то Дальнюю поездку И может Так оказаться Что это будет Ночь Или По близости Не будет Каких-то Заправок Вот такая Мания Всегда Полный Бак На тот Случай Когда Мне понадобится Кому-то Помочь Вот Ну не знаю Такая фигня У меня Вот присутствует Хорошо это Или плохо Я не знаю Но я думаю Что больше Хорошо Чем плохо Кстати Кстати Напишите У кого Такая же Приколюха Есть Людей Которые Ездят С пустым Баком Вообще Не понимаю Есть У меня Тоже Такие Знакомые У вас Наверное Они есть Постоянно У них Заканчивается Бензин Ни разу В жизни Вот Честно Сто Процентное Слово Как говорится Мамой Клянусь Ни разу У меня Бензин Не заканчивался Вот Ни разу Я Всегда Езжу У меня Всегда Есть Бензин Всегда Масло Никому Никогда Не звонил Типа Привезите Мне Бензин Там Или Что-то Даже С моей Машиной Никогда Ничего Не случалось Всегда Заранее Продумываю Эти Вещи Полный Бак Всегда Езжу А есть Люди Ездят Как Говорится На Одних Парах Да При Этом Ну Ты Блин Водитель Да Знаешь 100 рублей Это Как Будто Знаешь Пытаешься Обмануть Машину И Типа Экономишь Вот Сейчас На 100 Рублей Потом Обязательно Проблема Возникнет Ты Опять На 100 Рублей Я Знаю Таких Людей И Они Не Настолько Прям Бедные Знаете Вот Если Были Прям Бедные Люди Там Последние 100 Рублей И У него Машина Стоит Возле Дома В Тысячу Лет Один Раз Может Быть Когда Жена Рожает И Что-то Случилось Куда-то Кого-то Везет Зальет Бензин И Везет Да На Такой Случай Ладно Такой Человек Я Понимаю Но В основном Люди Покупают Машины Ежедневно На них Ездят И Он Знает Что У него Бензин Будет Обязательно Заканчиваться Топливо Бензин Газ Дизель Неважно И В день По 2-3 Раза Заезжает На Заправку Какая-то Вот такая Непонятная Для меня Непонятный Для меня Какой-то Расклад Зачем Это Вообще Делать Ну Ты Залий Блин Ты Один Раз И Ездить Всю Неделю Да Тем Более Машины Которые Не Настолько Прожорливые Есть Да Там Девятки Двенашки Вазовские Тачки Да Они Не Так Сильно Потребляют Топливо Там Вообще Можешь Полный Бак Залить И Блин Неделю Ездить И Вообще Похер Но Нет Люди На 50 Рублей Заедут Бензин Давай Заедем Надо Заправиться Заезжаешь Заправляться Заезжаешь Целую Процедуру Делаешь Это Заправки Чтобы За 50 Рублей Что-то Залить При этом Они Всегда Когда Выходят Обсуждают А ты Видел Сколько Бензин Рублей За 50 Рублей Заехали На заправку Тебе Че Делать Нехер Вот Так Хочешь Сказать Давай Я тебе Заправлю Полный Бак Блин Не 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 Потом Ты Че Потом Потом Короче Я не Понимаю Вас Люди Все равно Вы Заправите Все равно Машина Без Этого Топлива Никуда Не Денется Смысл Туда Тысячу Раз В день Ехать И Создавать Пробку Пробку Создаете Делаете Два Раза Одно И Тоже Не Понимаю Ладно Я Короче Отвлекся Речь Шла Прада 2018 Год Насколько Тепло Как Я Прошел Зимовку Отлично Все Отлично Ребята До Машины Я Докопаться Просто Не Могу Все Супер Мне Нравится Вот И Достойно Машина Проехалась У меня Вон Mitsubishi Lancer Там Есть И Вот Mitsubishi Когда я Садился Машина Отличная Конечно Но По Чувству Вот Комфорта Когда Садишься Зимой В машину Ну Намного Уступает Здесь Блин Классно Садишься Под Жопник Прогрев Руля Есть Кстати Да Здесь Кнопочка Есть Нажимаете Вот Она Включаете Руль Подогревается Машина В целом Да Здоровая Машина Вроде Да Некоторые Люди Говорят О Здоровый Там Это Трактор Там Целая Да Нифига Он не Прогревается Типа Там Всегда Холодно Где-то Сзади Да Нихера Не Холодно Я Говорю Мы Ездили Очень Много Раз Самый Самый Дубак И Даже Вон Там Возле Конечной Точки Этой Машины Жара Настолько Здесь Жарко Что У меня Дети Просят Даже Убавить Или Иногда Открываем Окна Чуть Чуть Приспускаем Чтобы Циркуляция Воздуха Быстренько Произошла Насчет Тепла Короче 5 Плюсом Все Отлично Настолько Настолько Продолжение следует...